вместе с вами были в депо хочу показать что купила у моих рыб будет сегодня праздник купила три вида корма это мотыль артемия и тут микс вот вкусняшка будет есть сегодня они у меня как сказала слово вкусняшка молька прибежала тебе тоже купила вкусняшки сейчас достану где молечкины вкусняшечки где хочу дать попробовать вот эти первый раз я покупаю посмотрите да и сейчас мама тебе да 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 сейчас мама тебе да ну и посмотрим как она будет их есть ну давай такие как бы сосисочки вот такие ну малечка ну вот так нравится тебе такая первый раз беру такую да нет беру я у тебя будешь есть да она такая тверденькая немножечко специально взяла тебе такую тверденькую чуть-чуть ну что такое ладно я тебя оставлю а потом я скажу зрителям съем это или не съела что зубами проблема молечка раскусить не можешь вот хорошо же такие тверденькие всем привет дорогие друзья я вас всех приветствую на своем канале мы с вами вместе были в депо кто смотрел прошлое видео видели что я покупала ну а кто не смотрел покажу что я купила еще ну судя по всему не зря купила эти вкусняшечки ей так стоили они 350 примерно где-то такие недешевые да и здесь всего 85 граммов всего ребята ну это вот вяленое мясо я всегда покупаю я точно знаю что ей нравится и кто не видел прошлое видео в депо купила ребята дешевый соус этот соус по моему евро 85 по моему стоил далее евро 75 а в максиме он стоит 3 с копейками все понравилось мальчик уже все съела до прибежала потом таких я взяла аж два я всегда курочку делаю с таким соусом с ананасовым да и взяла один свой любимый тоже соус с ножкой он вообще евро 21 стоил если я не ошибаюсь где-то так а в магазине он стоит 2 евро представляете насколько дешевле в депо так что в депо покупайте соусы взяла такие блокнотики три штуки очень удобные мне нравится то что в на спиральке и легко открываются белые листочки очень приятные по 99 центов взяла 3 блокнотика вот такие полотенчики взяла а вот кстати о полотенчиках сейчас покажу за каким каким цветом я ехала ехала вот за этим цветом потому что не так сильно выделяется но не было этого цвета но кстати серенька туристы не сильно выделяется ой нормально посмотрите еще даже мог быть и лучше серенькая точно ребята я очень переживала что не было этого цвета купила серенькая сейчас и повешу давай посмотрю как какой лучше быть смотреться очень понравилось молли вкусночки год мама ну дай год еще ладно дам дверь и раз он так долго гуляла со мной дам дверь и пускай ест ребенок в общем подходит и это полотенчик я вообще-то хочу чтоб сливалась с фартуком такого цвета я не могу найти но это тоже сильно не выделяется раньше ставишь на красные полотенчики но они как-то сильно выделялись и вот и не так сильно как-то вот нормально то есть такое то издалека смотреть до даже может быть но и то и то хорошо но хорошо что купила серенькая а то думала брать не брать и серенькая тут даже можно повесить уже петелька есть да можно взять такой на петелечку просто повесить на карта на петельке не очень красиво смотрится мне кажется наверное как-то ноль как-то не очень а когда вот так висит покрасивее смотрится ну ладно сферы тоже нормально в общем я теперь успокоилась что не было такого цвета буду искать вообще такого коричневого чтобы вообще чтоб сливалось а без полотенчика не могу мы здесь что-то делаем надо постоянно руки вытирать именно обязательно же без весело полотенца сразу повесила а это уже стирку брошу полотенчика я хорошо неплохо так полотенце вот такой вот фирмы до 30 на 30 сто процентов копил на ну в общем я довольна а сколько на стоил еще скажу и стоили полотенчики по евро 39 соусы китайский то стоил евро 81 с наносом а этот евро 25 так и что здесь не счастлива это как называется лучше в кашу геркулесовая варится совсем уже да по 86 по моему да и мужа соломки взяла 82 цента ну вот видите да особо не выделяется полотенчика а то иногда знаете на видео смотрю иногда вижу как полотенце выделяется и мне не нравится иногда бывает ну я просто снимаю чтобы вы видно не было вот так вот иногда бывает забываю снимать а это можно и не снимать потому что она сильно не выделяется не хорошо даже серенько может даже еще и лучше знала бы ребята купила бы еще тогда больше что почаще просто менять эти полотенца и кстати вспомнила когда-то в максиме покупала вот такую вот торбу она как бы такой как плащевочки сделано чем хороша вы так вот складывается так от сворачивается сворачивается ее вот так вот вот так вот сейчас вместе с вами свернул и тут такое типа кошелечка вот сюда засовывается и в сумке бросается да и место мало занимает и всегда торба у вас есть под рукой потому что сейчас те уже мешки все вот стоит да уже по 35 центов они стоят я раньше собинать забывала брать с собой и мне приходилось покупать эти мешки или бумажные брала бумажный по моему 15 центов вот эти вот целлофановые да по 35 но вот а так вот в эту торбочку завернул тут застегнул я сам поближе покажу вот так видите стал завернул сюда всю эту торбочку и тут на кнопочки вот застегивается я ее искала не смогла найти куда ее положила как-то вспомнила про нее случайно хотела купить думала новую максим и взять не было вот эти такая кнопочка и вот так вот мало места занимает но вот и нашла в машине нашла случайно буквально и теперь в сумку бросаю и в сумке валяется у меня мы раньше своим максим эти пакеты покупали когда они были по 10 центов нам было выгодно их покупать потому что у нас они подходили под мусорник хорошо вот мы принесли продукты выложили да там мусорник выбросили новый пакет поставили от максим и давно по 35 мы посчитали что нам теперь дешевле купить рулон пакетов до чем покупать этот вот по 35 в максиме пакет а это же получается как такое удовольствие уже не из дешевых для мусорника да но вот поэтому теперь носим такие вот торбочки с собой это я еще купила вот на алиэкспресс хорошую торба проблема в том что забываем брать иногда а это сейчас вот сумку брошу и всегда она будет под рукой у меня друзья вот смотрю на эту кучку ничего не купила особенного посмотрите 26 евро до 26 евро за что раньше помните когда лидл открылся мы покупали товар из по моему на 16 евро и у нас был полный стол и даже алкогольные напиток какой-то еще стоял по моему ром если не ошибаюсь на 16 евро вот это 26 евро я смотрю я в шоке никогда сказали чек далее я даже там проверяла если честно я не могла поверить что я за это заплатила 26 евро она еще к этому три блокнотика да еще просто их уже убрала думаю что-то человек пересмотреть думаю что-то не хватает сейчас я буду в своем тостере разогревать тосты с сыром а то мне задали вопрос как я их разогревать вам покажу это те тосты которые я делаю с утра на завтрак теперь я делаю по 4 штуки и 2 оставляю на обед если в обед не съедаю остаются на следующий день так же самое разогревая в тостере их вот видите они у меня с сыром правда у меня сыра было мало поэтому и пополам разрезала и так вот и на каждый положил обычная на вес тостик сыр кладу все подогрелись и вот такая красота а из вас еще был бы на весь кусочек эти ничего не прилипают у меня ничего не плывет ну когда я ставлю я оставляю вот ставлю так чтобы наклон был вот на эту стеночку до чтобы не на эту стеночку а вот на эту чтоб сыр не прилип до кофе мы приготовился у меня осталось еще ветчина вот такой маленький кусочек это часть завакуировала это может достали мы уже почти все съели надо будет уже новый делать очень хорошо пошла а как собаки понравился то ветчина ребята она очень любит сырую говядину я и даю раз в неделю и когда я угостил ее это ветчиной я думала она мне пальцы откусит в общем это ветчина она любит не меньше чем сырую говядину оде очень понравилось вкусно и получилось все что осталось надо опять делать ну надо девочку тоже уку угостить прибежала как мама дарния тоже гайдами тоже сейчас нарежем улечка ножик взяла не очень острый ну как же тебе не дают на зоечку не на вкус не куда еще хочешь ну ну на тебе еще кусочек может хватит маме оставь немножко с папой последнее уже все хватит зайка тебя мне и очень нравится с горчичкой так вкусно с горчичкой ребята вообще просто обалденно что ты пришла такая голодная решила перекусить по быстренькому когда ко мне приезжали за растениями мне подарили такую шоколадку ребята какая она вкусная я вообще вот такие какие то что такое не очень люблю но это шоколадка мне понравилось очень сейчас покажу какая там внутри начинка вот такими кусочками сейчас покажу вам начинку но знаете она очень вкусная шоколадка хотя вот такие как я сказал меня ну я думала на такие вот есть вот которые мне не очень нравится я люблю обыкновенный черный шоколад но это мне понравилась шоколадка очень вкусная всем доброе утро друзья у нас уже новый день сейчас мы будем завтракать и сегодня завтрак у меня будет не каша как обычно а яичница и хочу немножко сегодня так знаете пофантазирует с яичницей давайте немножко творчески подойдем к этому процессу так ну вот хлебушек вырезала готовить я буду с беконом в эти дырочки залью яичницу и такой вкус бекончика еще будет я думал быть нормально как правильно надо накрыть крышкой чтобы белок тоже схватился а то не люблю когда кинайте вот эти вот сопельки такие так но уже все готово сейчас будем завтракать но вот такой у нас сегодня завтрак будет с мужем ну завтрак уже прошел а как говорится обед никто не отменял сейчас буду готовить обед буду готовить вкусненький обед если вам интересно оставайтесь со мной дальше меня смотреть на обед у меня будет фаршированный перец сейчас сделаю заливку из томатного соуса и сметаны залью и потушу мультиварки на гарнир будет картофельное пюре но все пускай тушится сейчас выглянула в окно сейчас смотрю а что там творится ребята сейчас вам покажу как резко ветер поднялся прям такой ураган и и листья просто как дождь с деревьев слетают ничего себе какой поднялся ветер недавно выглядывала все тихо было и вот так вот резко ураган так но мне еще осталось сделать салатик так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот такой у нас с мужем обед выходного дня Друзья, продаю свой лайтбокс К нему идут три фона Я потом вставлю фотографии, как он выглядит И поставлю ссылку, наверное, на видео Когда я его покупала, как я его разбирала Это лайтбокс для фотографий 60 на 60 на 60, короче, кубик С подсветкой там идут две лампы В общем, я вставлю видео Вернее, ссылку на видео В описании под видео будет эта ссылка Когда я получала Там все характеристики этого лайтбокса Кому интересно, кто фотографирует Занимается фотографией Посмотрите то видео Может вам интересно будет Он у меня может сказать, что новый Я пару раз попользовалась и больше не пользовалась В общем, продаю за ненадобностью Думала, буду пользоваться А особо и не пользовалась Продаю за 50 евро, если что Если кому-то надо, говорите Продолжение следует... Сейчас мы уже занялись уборкой И как вы, ребята, думаете, что мы не сделали? Муж говорит, слушай Как всегда, у нас по выходным Муж-то дома, мы оба дома по выходным И он говорит, руду, давай чем-нибудь из печем А я уборкой тут занимаюсь Собрала свой софтбокс Хочу, наверное, его продать Покупала, думала, буду пользоваться А как-то так особо не пользовалась Он мне практически новый, можно сказать Сколько я там раз пофотографировала в нем И все Стоит и стоит без надобности Поэтому лучше его тогда продать Сложила я вот такой, он такой вообще такой маленький Сразу стал Ну вот, что мы с вами не сделали По выходным Что мы с вами делаем всегда По воскресеньям, а? Правильно, сладенькое Буду в пиццемейкере печь пирог Я буду выпекать пирог Творожно-яблочный Пиццемейкере На канале Хозяюшка Рута Есть этот рецепт Наберите Творожно-яблочный пирог Хозяюшка Рута Ну и все разложила Сейчас еще хочу посыпать Немножко так коричневым сахаром Сверху Ну и запекаться будет примерно 25 минут Ну все, пирог готов Надо доставать Какая красота, ребят Посмотрите Сверху Ну что, друзья Я всем желаю приятного чаепития Повторяю Если захотите испечь такой пирог Набирайте Хозяюшка Рута Творожно-яблочный пирог Пиццемейкере ПизодMyare Варbruя Творожно-яблочный пирог Руту Ж ну что друзья мы сегодня с вами вместе и позавтракали и вместе обед приготовили вы мне помогли спасибо вам огромное и 10 с вами спекли в общем все вместе с вами делали я думаю наверно пора уже закругляться я еще буду дальше продолжать делать уборку а с вами хочу попрощаться и давайте как-то по традиции все ты не подписался на канал подписывайтесь ставьте лайки а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео я с вами прощаюсь или с вами как всегда следующие выпуски всем до свидания